Тема нашего урока сегодня «Джек Лондон. Сказания о Кише». Сегодня мы познакомимся с писателем Джеком Лондоном, поговорим о рассказе Киш, понаблюдаем за нравственным взрослением героя. Всем нам иногда хочется подурачиться, и все мы время от времени слышим фразу «Пора бы уже повзрослеть!» Но что обозначает повзрослеть? Вырасти и научиться поднимать тяжести? Или стать серьезным и скучным? Или может отрастить длинную-длинную бороду? Знаете, кто мог бы рассказать о взрослении все? Американский писатель Джек Лондон. Начало его жизни пришлось на трудное для Америки время. Свирепствовал экономический кризис, и люди теряли все свои накопления. Кроме того, процветали всякие кружки спиритистов, астрологов. Люди увлекались общением с духами. Вот и мать будущего писателя, Флора Велман, увлекалась спиритизмом и даже влюбилась в самого настоящего астролога, Улья Мачейня. Но ребенок астрологу был ни к чему, он так и заявил. В отчаянии Флора даже попыталась застрелиться, но промахнулась и нанесла себе только небольшую рану. И вот в Сан-Франциско родился мальчик, которого записали при рождении так – Джон Гриффит Чейни. Отец так и не признал своего сына. Но Флора скоро познакомилась с ветераном войны, вдовцом Джоном Лондоном, и вышла за него замуж. Джон Лондон был добрым человеком и очень любил своего пасынка. И с ним, и со сводными сестрами у мальчика сложились отличные отношения. Даже в школе он просил называть себя Джеком Лондоном по фамилии отчима. А почему Джеком? Потому что в английском языке это не только отдельное имя, но и уменьшительная форма от имени Джон. Семья Джека Лондона жила очень бедно, ведь во время кризиса сложно было найти работу. Сам Джек вспоминал, что иногда его матери даже нечего было поставить на стол. У мальчика не было даже своих игрушек. Неудивительно, что Джек рано начал работать. С десяти лет он продавал свежие газеты, расставлял кегли, работал уборщиком. И еще успевал читать одну за другой книги в библиотеке. После окончания школы Джека ждал тяжелый труд. Он устроился на консервную фабрику. В пятнадцать лет Джек купил старую шкуну, собрал команду ребят и отправился добывать устрицы на отмеле. Эти устрицы потом продавались в рестораны. Вот только добыча их была не совсем законной. Так что Джек даже получил титул устричного пирата. А потом его переманил морской патруль. И он, наоборот, помогал бороться с контрабандистами. Вскоре умирает отчим Джека. В пятнадцать лет юноша становится главой семьи. Ему приходилось и работать на разных заводах, и даже охотиться на морских котиков. Постепенно он понимает, что нужно получать образование и зарабатывать умственным трудом. Но на университет не хватает денег. Зато начинается творческий путь Джека Лондона. Вот как он сам вспоминал об этом. Очень усталый и сонный, зная, что в половине шестого утра должен уже быть на ногах, я в полночь приступил к рассказу и работал. Но первый успех – это еще неизвестность. А деньги нужны все время. Что же делать? В двадцать один год Джек Лондон отправляется на Аляску за золотом. Страну как раз охватила золотая лихорадка. И на Аляску со всех концов Америки поехали старатели за быстрым богатством. Условия труда были очень суровыми. Тут и холод, и хищники, и болезни. Да и передвигаться приходилось на собачьих упряжках. Джеку Лондону не повезло. На участке, который они с товарищами разрабатывали, не нашлось золота. А Джек еще и заболел. Пришлось ему вернуться на родину. Но именно снежные просторы Аляски подарили молодому писателю известность. Они ожили в его рассказах, повестях, романах. Джек Лондон писал об опасностях и прелестях дикой природы. О борьбе за выживание, о сильных людях, которых он повидал. Его произведения быстро стали популярными. Но для такого жанра нужны постоянные впечатления. И вот Джек Лондон строит корабль по своим же эскизам и совершает вместе со своей женой кругосветное путешествие. Теперь материала для произведений. У него собралось очень много. Осталось только обзавестись домом. И Джек Лондон построил ранчо. Где он не только писал свои произведения, но и занимался сельскохозяйственными экспериментами. И еще проводил время за охотой. Но все-таки написание текстов было для Джека Лондона самым важным. Он работал над произведениями на износ. По пятнадцать, семнадцать часов в сутки. Это очень сильно подрывало силы писателя. Жизнь его прервалась в молодом возрасте. Он прожил только сорок лет. Но успел создать множество произведений о людях с сильным характером, которые преодолевают трудности и сами куют свою жизнь. Создал он и потрясающее произведение о взрослении «Сказание о Кише». Написанное это произведение было в 1904 году. В памяти Джека Лондона в то время еще свежи были впечатления от поездки на Аляску. И он вспоминал не только свои приключения и истории старателей, но и красочные сказания народов Севера. Так что свой рассказ он написал именно в форме сказания. Сказание – это повествование о событиях, то ли исторических, то ли легендарных. Обычно сказания – это произведение народного творчества. Так что мы можем предположить, что Джек Лондон просто литературно обработал эскимосское сказание, которое услышал на Севере. Ведь эскимоссы действительно долгие века охотились на белых медведей при помощи китового уса. И действительно могла быть сложна легенда о том, кто придумал этот способ охоты. Персонажами сказаний обычно становятся могучие богатыри, цари или полководцы. Но Джек Лондон выбрал для своего произведения удивительную тему. Главный герой сказания о Кише – мальчик 13 лет. В этом сказании нет и истории о великих свершениях. Перед нами рассказ о взрослении, о смелости и смекалке. Мы видим, как герой проходит свой путь от мальчика-сироты, который не имеет права голоса, до уважаемого всеми охотника. Давайте проследим, какие качества взрослого проявляет Киш. Во-первых, он проявляет мужество. Киш ведет себя, как глава семьи. На совете племени он берет голос и выступает от себя и своей матери. При этом автор даже подчеркивает, что ребенок держится с достоинством взрослого. Конечно, охотникам совсем не нравится такой поворот. Они стремятся лишить Киша голоса, ведь они считают, что говорить с ними просто заносчивый мальчишка. Они даже смеются над вызовом, который бросает им Киш. Но и вызов он бросает, как взрослый человек. Во-первых, он предупреждает, что больше не собирается выступать на совете, пока сам совет его об этом не попросит. А во-вторых, Киш не просто говорит, что собирается охотиться и приносить мясо, он ведет речь о справедливости. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив, и ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью от того, что у них нет мяса. Но самое главное, Киш держит данное слово. Он действительно уходит на охоту, а ведь в племени ребята его возраста никогда не охотились, и он действительно добывает очень много мяса. Джек Лондон называет и еще одно качество взрослого. Это сдержанность. А как поражены охотники, которые должны привести добычу Киша? Ведь он проявил еще и предусмотрительность и хозяйственность. Он разделал туши животных. Для своего возраста и для своего племени Киш действительно совершает великий подвиг и продолжает совершать такие подвиги дальше. Причем и в дальнейшем держит свое слово. Он и правда справедливо делит мясо, которое добыл. Он занимается хозяйственными вопросами, как настоящий глава семьи. Так у Киша и его матери появляется новый дом. И хотя теперь его хотят видеть на советах, он не приходит, ведь он дал слово об этом. Все поведение Киша – это поведение взрослого человека. Получается, что 13-летний мальчик действительно проучил заносчивых мужчин настолько, что они и правда пришли к нему сами, всем советом, чтобы просить его раскрыть тайну. И это самое главное испытание. Ведь Кишу ничего не стоит так и оставаться самым лучшим охотником. Достаточно не раскрывать никому тайну и продолжать охоту самостоятельно. Но благополучие племени для Киша важнее. Так что он раскрывает старейшинам свой способ охоты на белого медведя. И мы можем увидеть, что он проявил еще и изобретательность и смекалку. Так что же такое в понимании Джек Лондона быть взрослым? Это проявлять достоинство, сдержанность и смелость. Это нести ответственность за свои поступки и не отступать от данного слова. Это быть справедливым и быть эгоистичным. Что же мы должны сегодня запомнить? Во-первых, Джек Лондон – американский писатель, который жил на границе 19 и 20 веков. Джек Лондон известен своими произведениями о мужественных людях, которые преодолевают препятствия и сами куют свою судьбу. Во многих текстах рассказывается о природе, жителях, обычаях Аляски. Сказание о Кише – рассказ, написанный в форме эскимосского сказания. Автор повествует о мальчике, который стал вождем племени благодаря своей смекалке. Тринадцатилетний герой проявляет лучшие качества взрослого человека.